всем привет друзья жара на улице опять сумасшедшая путь мой лежит в город сергиев посад меня позвали туда родители и студенты местного аграрного ветеринарного колледжа который власти собираются расформировать и слить с колледжем строительным в общем знакомая история для всех кто сталкивался с реформами нашего образования мы рассказывали об этом конечно же в фильме последний звонок если вы вдруг не видели какой-то неведомой причине посмотрите обязательно ну в целом как сказал бы один телевизионный коллега мой в прошлом впрочем ничего нового как бы то ни было еду туда и посмотрим что происходит на месте а там и продолжим разговор давайте пройдем на территорию посмотрим как выглядела здесь жизнь выучили саша в этом корпусе или в том там дальше да ну новые окна пластиковые ну потихонечку шел ремонт понимаете два или три года шел ремонт вставлялись окна история как я и ожидал стандартная было профессионально-техническое учебное заведение одно из трех на московскую область прицельно готовила специалистов для сельского хозяйства в том числе ветеринаров агрономов птицеводов операторов машин и оборудования 70 лет существовала не просто так видимо при советской власти создавалась дети учились со всей страны всех устраивала побеждала в конкурсах получала награды отличившихся преподавателей наградили грамотами от министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области для нашего сергио-пасадского округа это весомое серьезное учреждение которое надо сохранять но вот пришли новые времена колледж аграрный решили слить со строительным а чего в чем проблема то в одном месте готовят агрономов в другом водителей парикмахеров но нарисуют лицензию еще одну будут ветеринар парикмахеры подумаешь действительно от этого должны быть плюсы на ваш взгляд почему такое недопонимание с чем это связано потеря название аграрного колледжа что теряется приставка именно аграрного направления и у родителей есть большое опасение что мы планируем закрывать это направление хотя это ни в коем случае никогда этого не важно не произойдет даже однозначно восхитительно здесь даже не то что делается а то как в конце января родителей собрали и сообщили что дети их поступавшие в одно учебное заведение заканчивать будут другое и дипломы получат другие а произойдет это немедленно то есть прямо сейчас тогда колледж встал на дыбы родители протестовали подростки устраивали митинги встреча замминистра образования старчак она приехала разъяснять родителям политику правящей партии и их счастье прошла очень бурно но ничего не изменило список специально сергий посадский колледж почитайте его тогда пожалуйста если вы его не изучили прежде перед нами вас так вот выступать почитайте его и почитайте специальности тот колледж который нас хотят объединять они имеют право только на обучение водительские полы для получения водительских прав у них такой лицензии нету аккредитации такой нет что вы сейчас нам это говорите не помогло вмешательство популярных в сергиевом посаде блогеров и депутатов но у нас все как всегда связанное в стране в последнее время с оптимизацией так называемой да сокращается закрывается я в принципе не только в эту тему вписываюсь и в другие похожие да с медучреждениями с образовательными учреждениями и вот эта ситуация эта история именно с колледжем она стала вот продолжением вот эти череды закрытий за последние три года в сергиевом посаде только в самом сергиевом посаде было закрыто от три высших учебных заведения причем это индустриальный институт сергиево-посадский институт и мгупи сейчас мере получается учебное заведение которых готовила кадры для оборонных предприятий а сергиево-посадский городской округ он славится оборонной промышленностью даже остатками и даже несмотря на то что было письмо от руководителей оборонных предприятий крупнейших сохраните учебное заведение филиал учебного заведения у все мы закрыли вот это вот мастерская гаражи где техники готовились вот там отремонтировано все капитально вот под евро понимаете я видела как это все делалось здесь да да внутри там вообще все отделано все покрашено красота даже если бы мой ребенок не поступал сюда просто вот гражданская позиция отстоять этот колледж потому что это выпускают специалистов для земли для нашей жизни для будущего и то что сейчас происходит мы считаем что это вообще преступление честно говоря мой муж закончил этот колледж моя дочь закончила этот колледж а теперь учится моя внучка в колледже сколько человек должно переехать отсюда туда пятьсот шестьдесят очников 600 заочников почти тысячу детей перенаправляют из одного учебного заведения куда они поступали в другое о котором не даже не думали да да именно так все устали все смирились так получается да ну многие может быть и да но мы нет потому что мы хотим остаться здесь потому что мы поступали сюда поступали в аграрный колледж и сейчас нам просто сказали поставили перед фактом и все там совершенно другие ребята там совершенно другие условия там совершенно другое руководство которое не очень приятно нас встретила изначально а почему вы решили ветеринарами стать ну потому что нравятся животные это очень долгая тема сейчас все хотят много денег зарабатывать там я тоже приносит много денег серьезно да если хороший врач то очень грустно потому что вот мы здесь третий год у нас тут уже какой-то быт который мы нажили мои друзья да вот который вот наши преподаватели те же которых многих не будет потому что многие не хотят там преподавать тоже ездить это неудобно многих не заселяют в общежитие а многие будут снимать квартиры не у всех сейчас есть деньги люди не могут приехать вот так из дома каждый день потому что это неудобно потому что это долго и очень много денег на это нужно тратить вот она нас просто поставили перед фактом и наше мнение никому просто не интересно они нам говорят что они улучшают условия для детей а я хочу сказать они ухудшают как можно вот это все вот территория 5 корпусов у нас вот центр компетенции да ветеринарная отдельно а там они какой-то маленький гараж освободили здесь смотрите какая большая территория когда у нас конкурсы проходят да скот сюда привозят для того чтобы здесь ну проводить до у детей соревнования а там в центре города это находится сначала испугавшись огласки власть дала по тормозам прислала полицию провести беседы с особо буйными и перенесла закрытие колледжа на полгода 1 сентября в районе где и так зверствует оптимизация станет одним учебным заведением меньше а это мы просто закроем и перепрофилируем там не знаю зададим кому-нибудь под под что угодно вот хоть под снос с потенциальным каким-то строительством в этом замечательном живописном месте такая тенденция идет по всей россии укропнение образовательных учреждений что школы школьных значит учебных заведений что среднего образования то есть все укрупняется укропняется скорее поставлена цель оптимизации сокращения расходов бюджета я просто хочу задать правительству вопрос вот они пойдут к врачу на прием который закончил строительный вуз или колледж просто почему почему бессмысленно почему нужен здесь пластиковые окна вставлены это новое здание и поэтому нужно сократить количество учащихся здесь половину как минимум не на их же не вернут сюда ваши дети выучились уже а внуки а правнуки надо же думать о том что где-то потом надо будет нашим внукам учиться почему это происходит в общем то вопрос понятный это приватизация упразднение остатков социального государства а вы как думали от советской власти власти нынешней требуется только героическая история до некоторые трубопроводы на открывшейся в 1939 году первой всесоюзной сельскохозяйственной выставки московскую область представляли лучшие совхозы и колхозы чьи достижения обеспечивались в том числе напряженным трудом ветеринарных врачей фельдшеров техников и санитаров около 500 тружеников сельского хозяйства московской области были занесены в почетную книгу в с х в из них более 40 ветеринарные специалисты эти успехи в прошлом а сегодня лечить или учить граждане должны себя сами поэтому несмотря на к вид санкции оптимизация у нас продолжается и совсем скоро вы сами проголосуете за нее на выборах всегда стараемся начинать и заканчивать рабочий день с того что волнует людей я тоже на токарном работу уважение к рабочим профессиям значительно выросло 60 процентов примерно выпускников школ хотят получить рабочие специальности в техникумах и колледжах у нас еще давно это повелось все время говорили о том что что рабочий класс у нас ведущая сила политическая на самом деле это было советских советским штампом но на самом деле так оно и есть у лица птицы градская дом 10 это ровно напротив аграрного колледжа сергиева посадского и здесь расположен не тип всероссийский институт птицеводства российской академии наук то есть профильное учреждение с ветеринарией или ветеринарии связаны непосредственно именно к нему родители студентов сами студентов студенты и преподаватели с гораздо большей охотой присоединились бы возьмите нас как бы это странно и смешно не звучало под свое под свое крыло говорили они но идея это никому не пришлось по вкусу вот видите здесь даже советский памятник еще заросший сорняками со всех сторон памятник ребенку обнимающему птенчика остался но не дети которые испытывали бы теплые чувства к животным из которых вырастали бы впоследствии специалисты по сельскому хозяйству не ветеринары не агрономы не агротехники нашему государству по всей видимости не нужны с гораздо большим успехом строится здесь учреждение совершенно другого профиля 140 миллиардов рублей и сергиев посад превратится в православный вытекан сегодня стали известны суммы которые планируются потратить на грандиозную перестройку подмосковного города и сергиева посада отправляюсь подмосковные люберцы там тоже почти беда но уже со школами три сливают в одну мотивация неудовлетворительные результаты по егэ неудачников присоединят к успешным а те кто не вписался учителя или ученики должны позаботиться о себе сами апреля этого года нам стало известно что нашу школу присоединяют вместе с 17 школы который находится здесь за железной дорогой 18 гимназии детали нам тогда никаких не рассказали поэтому вот все было в какой-то такой обстановке таинственности говорили нам только что ничего у нас меняться не будет все будет как есть будет только одно юридическое лицо дети выпускаясь из девятого класса готовились к г сдали его как они сдали ну как бы то понятно что дети есть и слабенькие есть и отличники есть кто с красным дипломом но это было так всегда и тут вдруг в конце мая им объявляют что все в 10 класс сюда вы уже не поступить в целом это прямое подражание москве где после оптимизации вместо нормальных школ появились гигантские образовательные комплексы упраздняемые школы должны стать корпусами в составе таких комплексов причина это позволяет бороться за рейтинги за финансирование и увольнять лишних сотрудников сегодня мы живем в таком время что у нас рейтинг везде и по каждому поводу а уж не говоря о том что школы или там сотрудники образования педагоги они в первую очередь попадают под некие рейтинги кто лучше кто хуже кто за кем тянется кто будет наставником и так далее поэтому зеленым школам были присоединены те которые находятся пока в желтой платформе 14 школа была открыта через три года после октябрьской революции она носит имя героя советского союза лапса в ней учатся 650 детей раньше они и их родители думали что поступали в одиннадцатилетку он хочет военное училище поступить а военное училище дает высшее образование и на базе 11 класса принимают туда поэтому если идти в училище то это терять год лишний получается вот не всегда бесплатно как я понимаю что училище когда мы подняли вопрос а почему нас не спросили нам заучь 18 гимназии елена олеговна заявила кто вас родители будет спрашивать честно говоря у нас такого выпада вообще рты пооткрывались если выяснится что нас больше человек кто против и выяснится что это фиктивное собрание было но мы не хотим объединяться без нас фиктивно собрали люди которые лояльны к этой реформе и проголосовали понимаете много чего не нравится не нравится сейчас форму искать не смогу я на него найти форму я три года уже пиджак только еще для вас я правильно получу понимаю вот эти перемены означают что следующий год если вы хотите остаться в десятом одиннадцатом классе вы должны изо всех сил стараться просто вот из штанов выпрыгивать для того чтобы сдать этот тест по переходу в гимназию если вы попадаете то быть дескать сохраняйте для себя 10 11 если нет то вы должны этот же год провести в раздумьях что делать дальше куда нам поступать во первых неизвестно еще такие вот две истории разные по форме но одинаковые по сути кстати на днях комитет защиты еще одной школы легендарной школы памяти ленина в подмосковных горках сообщил мне что министерство просвещения намеревается тайком передать многострадальный объект детей оттуда если вы помните тоже разогнали с федерального баланса на областной что будет дальше догадаться легко опыт сергиева посада и люберец позволяет дать безошибочный прогноз а